всем привет сейчас я буду снимать обклейки как я это делаю то есть снимаю центр сверва затем беру снимать в сторону детали вот таким вот способом потому что если вот так вот будем снимать то она очень часто будет разрываться это одно второе так вот намного качественнее будет снимать вот эту вот обклейку затем мы видим что на резинках есть еще краска ни в коем случае растворителем не убирать с резинки краску вот эту это можно сделать опять же вот этим ножом если здесь немного вот таким вот способом тупой частью опять же вот вот к примеру вот такой вот случай здесь скотч немножко отклеился и попала на резинку краска берем вот такой вот ножик просовываем и и так вот под резиночку и вот этот и вот этому же участке берем тряпку намачиваем растворителем и смываем вот эту уже краску затем снова продвигаемся протираем снова продвигаемся одной рукой мне здесь неудобно показывать вот я таким способом убрал эту краску с резинки немножко оставил чтобы визуально было видно что убирал вот такой еще момент вот здесь вот видно что покрашено попало немножко на резинку и идет как бы неровно как вот здесь можно исправить если мы сейчас будем вот там он внутри вытирать то мы сотрем с резинки краску и возможно сделаем вот здесь протир как избежать вот этого протира на детали просто нужно здесь скотч наклеить вот я наклеил скотч причем он наклеен туда внутрь вот так вот ножиком нужно все это пройтись и затем вот эта краска уже с резинки очень легко удаляется вот демонстрирую беру тряпку на нож ее надеваю и все посмотрите какой результат этот скотч не нужно выбрасывать можно то же самое сделать на какой-нибудь другом участке где попала краска на резинку также его наклеиваем и смело уже убираем вот этот на пыл на резинке так давайте снимем скотч с молдинга то же самое как видно вот видно что здесь покрашена была попала немножко там на край молдинга краска это как можно убрать можно опять же наклеить этот скотч и убрать вот эту уже краску с молдинга можно это сделать на молдинге по-другому взять просто аккуратненько не поцарапавший вот так вот шпатель поставили и смело удаляем вот эту уже краску не хочет стираться краска потому что глубоко сидит там молдинге берем тряпку на ножик и вычищаем ее вот таким уже способом при снятии обклейки вот такой вот дефект у меня на молдинге получился как сейчас у меня убрать вот этот дефект здесь нужно сейчас убрать вот этот вот наплыв вот эту вот краску нужно сейчас восьми соткой срезать берем а так вот скручиваем восьми сотку стачиваем вот эту вот лишнюю краску здесь вот я выровнял эту краску с плоскостью сейчас нужно вот это все восьми соткой вот так вот заматовать вот здесь вот тоже кусочек и все вот это обклеить и потом точечно вот здесь вот подкрасить замотовываю я восьми соткой и делается это на сухую чтобы потом это все не высушивать вот так вот вот это вот вот берем немножко краски 50 процентов отвердителя все это размешиваем желательно конечно чтобы пару минут постояла вступила в реакцию с отвердителем затем берем растворитель r12 либо разбавитель фирменный и делаем какая нам нужна вязкость этой краски подгоняем под свой пистолет так вот мы разбавили краски это даже много этой краски затем берем пистолет закручиваем полностью факел по часовой стрелке потому что там немножко нужно подпрыскать затем по часовой стрелке закручиваем подачу материала наливаем нашу краску так затем я вот на этом пистолете выставляю пол атмосферы ну немножко больше до одной атмосферы вот выставил примерно пол атмосферы берем наш пистолет сейчас уже нужно подачу настроить нажимаем откручиваем потихоньку подачу вот он пошел материал то есть вот к примеру у нас вот этот вот протир когда запылили вот этот протир затем просто пару кругово так вот сделать чтобы раскидать побольше вот этот материал на большую площадь раскидывается это для того чтобы потом сделать переход со старой краской когда уже свежая краска высохнет ее можно кстати подсушить немножко чтобы побыстрее на высыхало и вот этот уже переход новая краска со старой краской мы вытачиваем полторашкой 2000 и затем уже перетираем 3000 для полировки ну вот примерно что здесь должно получиться исправил я здесь дефект был затем вот этот переход со старой краской все это наждачками сполировывается шагрень пылинки это все сполировается как убирать шагрень и как убирать пыль это уже есть видео так что показывать здесь нету смысла единственное скажу что где-то через час можно подсушить фенами либо какими-нибудь обогревателями чтобы побыстрее вот эта краска высохла и не раньше чем через сутки уже можно будет подготавливать эту поверхность для полировки еще вот хочу показать на рейлингах как вот здесь вот получилось если аккуратненько обклеить деталь то в принципе ее можно не снимать эту деталь все на этом снятие обклейки закончена всех благодарю за вниманием всем удачи вы